Дождь Андрей Яковлевич Витман, управляющий этим самым отделением, время в ожидании снежного урагана провел в заботах по хозяйству. Предыдущий буран лишил деревню света и почти закупорил снегом крестьянские избы, если можно так назвать, нынешние сельские дома из силикатного кирпича. Может быть, по причине этих-то каждодневных забот, время для него, 71-летнего человека, не остановилось и даже в памяти не спрессовалось. Помнит он все, еще и потому, что охватил лихо именно в тот период нашей славной истории, про который можно и сейчас сказать, бывали времена похуже, но не было подлей. Этот инструмент, привезенный из Колымы, ему 40 лет. Я его храню. А пользуетесь? Пользуемся обязательно. Внуков, внуков стариков. Ну, сейчас уже рука так не работает, как бы, головам беспрерывно щелкать. Но уже не занимаешься этим делом. Как варшавский цирюльник, да? Да. Каждый год туда засылали по 125 тысяч. Каждый год. Вы можете представлять себе, если каждый год столько засылает, сколько там людей погибало. Остается, да? Да. Так там работа паркмахера, она ведь, наверное, несложная. Под ноль и все, да? Нет. Так же, как в любом другом месте. Какая разница? Так же брить, так же стричь. Свою братву, да? Нет, зачем. Заключенных? Заключенных я очень мало. Стрик. Так, а кого? В основном начальство. Начальство? Да, в основном начальство. Так и брили начальство? Обязательно. А вот то, что у вас в правой руке была опасная бритва, моречка, ничего? Ну, наверное, доверяли, наверное. Наверное, так в доверие вошел раз. Не боялись свою шею подставлять. А вот честно, положа руку на сердце, никогда не хотелось полоснуть по толстой шее его хавца? Нет, нет. Сколько у вас профессий вообще в жизни? Да, профессии разные были в жизни. Смотря при каких условиях там и профессия появлялась. Я же говорил вам сегодня, что я и парикмахером был, и поваром был. Кем только не приходилось, и десятником был. 58-я статья, она широкая. А вот за что конкретно? Я даже сам не знаю, откровенно говоря, за что. На что в приговоре объявили? В приговоре? Антисоветские разговоры. Вот так? Да. На русском языке, да? Ну, а на каком же больше? А вы немецкого не знаете? Я никакого другого не знаю. Мы сидели, сумерничали в этом скромном, словно не живет здесь сельское начальство, доме, куда привела нас директор Варшавки Евдокия Васильевна Гребенчакова. За два года, что мы знакомы, о легендарном Витмане слышал я не раз. И в основном еронтократического характера восклицания. Мол, 70 лет мужику. Лагеря прошел. А пашет, как трое сорокалетних. Плюс немецкая аккуратность и абсолютное болезненное неприятие самой сути воровства. Но впервые повстречались мы с Андреем Яковлевичем почему-то лишь совсем недавно. И тогдашняя встреча сейчас в этом утреннем кабинете директора хозяйства не то чтобы инсценированная, а восстановлением факта является. Пришел я немного так, аварии у нас на трассе. Телеги перевернулись с соломой. Двойной тяги. Сейчас пришли трактора, не могут взять. Будем еще искать трактор. Какие задачи? Пришел Т-170, он не берет один. Буксует. Вместе с Т-170, то есть Т-150. Послушный, прилежный. Вы никогда не спорите ни о чем. Наоборот, он очень непослушный. И много спорит. Но спорит именно по тем вопросам, по которым считает, что я не права. Но каждый раз, конечно, мы приходим к единому мнению. Или он уступает, или я уступаю. В зависимости от того, кто из нас прав. Из этого кабинета никогда он не выскакивал, хлопнув дверью? Нет, такого не бывало. Мы стараемся с ним решать вопросы по-доброму. О том, как оказался Витман на Урале, лучше всего знает этот человек. Павел Григорьевич Савченко. Уроженец Полтавской области. Приехал в Варшавку еще мальцом, спасаясь от голода на Украине. Ну а Андрею Вяковлевичу после восьми колымских полярных зим климат Южного Урала, видимо, казался раем земным. Завело капусту в восемь-десять лет давали. И сколько у вас народу было? Вы имеете в виду, ну, после Димы, когда нас судили, что или как? Двенадцать человек. Двенадцать трактористов, лучших в колхозе, отправили до Колыма за мешок ржи. Тут не все они были. Был Кузнец один, двое, правда, были так. Один сторож был, вот Колесов их ребят, отец. Мать работала у них этим. И завтоком. Тоже в бои попали. Он Анну Николаевну встретил на вашей свадьбе, что ли? Нет. Не на свадьбе. По-другому тут получилось. Она на свадьбе не была. Он-то приехал уже на свадьбу, как бы сказать, кончал. Туда же по-другой гуляли. По три-четыре дня. Это сейчас быстро кручится. После освобождения приехал к другу в Варшавку. Потому что он здесь родился, это мой друг. Я к нему приехал. Их прислали, как бы сказать, с другого близка тоже к нам. Привезли этапу. А встреча была у нас на эскавателе. Я там все шесть лет сколько-то был, почти на эскавателе работал. Сперва тоже уголь носил мешками, так же, как и Андрей Яковлевич. Потом стал работать с кочегаром. Не было никаких родственников, никакой связи. Приехали в Варшавку и встретили Анну Николаевну. Где? Встретили здесь, прямо в этой деревне, в Варшавке. В 54-м году. Зима, лето? Осень была. В ноябре месяце. Осень, пора свадеб, да? Как раз. В это время и женились. А сколько вы были знакомы? Мы? Ну, вместе, наверное, были знакомы. Аня Николаевна, в 54-м году, я думал, нравы-то были построже, чем сейчас, да? Ну, я в Харкалах работала. Но приехала на праздник, на Октябрьскую дому, и вот встречала этого друга. А знали, что будете женой управляющего, нет? Нет, так таристом был жил. Круг нынешних забот Витмана. Это около двух тысяч бычков английской породы Гири Форд. Элитные животные этого рода племени водятся у нас лишь в нескольких хозяйствах Брединского и Кизильского районов. А в Картолинском только Варшавка ими занимается. Так что нам с вами, мраморного, высококалорийного мяса Гири Форда, попробовать вряд ли удастся. До 7 долларов за килограмм платят за него наши соседи, работающие на предприятиях Северо-Свердловской области. Почитали, сколько может стоить один такой бычок в валюте. А Андрей Яковлевич давно посчитал и людям своим объяснил. Сколько лет вы управляющим проработали? Да если в общей сложности, лет 30. А дальше? Директора, старера икома, не хотелось? Нет, у меня этой должности достаточно было. Притом у меня же и мало образования, если говорить откровенно. Откровенно, сколько образования? И в то время, 7 классов, да. И в то время, когда, как ее, все лезли в власть, я был непартийный. Поэтому непартийных было, не воздвигали. Так ведь это? Да и с таким... А сейчас у вас такой козырь, да, перед всеми? Ну, сейчас козырь. Козырь сейчас уже дошел, уже возраст. Вообще я по натуре такой. Я разорвусь, разоругаюсь, шум, шутки знают. А через несколько минут я опять вот хожу такой, вроде как и не было ничего. А люди любят вас, как вы считаете? Ну, если не любили, значит, давно выкинули. Вот так, да? Ну, а что же? Ну, так ведь это? В таком возрасте скажут, ты что еще тут болтайся у нас под ногами? Я долго не решался спросить Андрея Яковлевича о его нынешних политических симпатиях. Словно чувствовал, тут мы с ним сойдемся во взглядах вряд ли. А потом, поразмышляв над словом единомыслие, решил, что вовсе не обязательно мне с ним мыслить едино. Понять главнее. Когда вот волна началась в стране, когда вот волна, ну, рассматривали, пересматривались дела, амнистии массовые, то есть никто перед вами не извинился? Нет. Нет. Такого не было. Одного советского чиновника, который бы сказал Андрей Яковлевич. Нет. Низкий вам поклон за годы унижения и горя Колымский. Никто? Нет. Ну, ничего страшного, все прошло. Худо? Ну, не худо, худо без добра не бывает. Вы пострадали от коммунистического режима, конкретно. Но вы этот режим защищаете? Защищаю. Я его защищаю. Все-таки был порядок. Все-таки был порядок. При этом порядке у вас на 8 лет на Колымо. Ну, теперь если я попал в... Была такая волна, волна так, ну, захват такой мертвый был. В 46-м году я плыл на Колымо, 300 грамм сухарей было. А в 48-м году плыл. Уже рыбы есть вдоволь. Вы плыли под конвоем? Да, обязательно. За государственный счет. Чего же, конечно, под конвоем. Либо была хозяйская, да? Да. Вот так. А уже в 50-м году уже совсем жизнь была. А сейчас прожили после войны 50 лет. И сейчас люди сидят с протянутой рукой. Это же прямо... Ну, в Варшавке не сидят ведь, а? Ну, в Варшавке не сидят уже. Почему в Варшавке нет бедных и голодных нищих? Ну, это... Ну, кто как заботится о людях. Надо тоже говорить. Кто мешал соседям заботиться о людях? Может, делать все-таки не в рынке, в режиме, а может, делать все-таки в личности? Ну, это... Ну, в общем-то, так нельзя оценить. Конечно, семья нет без уродов. Ну, если наш совхоз выглядит лучше так, значит, труда больше вкладывают. До поздней ночи гостевали мы в уютном доме Виттмана. А по дороге в сельский отель я размышлял вот о чем. Велика ли беда, что по-разному мы оцениваем прошлое нашей Родины? Хотим-то мы одного и того же и ей и себе счастья? Крикуны за Великую Россию тоже, видимо, хотят ей счастья. Но в чем мы с Виттманом едины? Величие державы, в ее достоинстве. Помните, чем закончили Великий Рим и Великий Рейх? Русский немец Андрей Аклевич Виттман это и помнит, и чувствует. Продолжение следует...